Многие творческие карьеры неотрывно связаны с оригинальным коллективом. Пол Маккартни всю жизнь является экс-битлом. Сегодняшний гостья программы «Правда в 24» тоже с приставкой «Экс». Она «Экс Виагра». И, видимо, такой и останется. Это Надежда Грановская. Ну, спасибо вам за пророчество. Да, так вот, сравнение с Маккартни, конечно, это очень лестно. Так, а упоминание «Экс Виагры» разве не... Нет, нет, пожалуйста, ну вот вы так как-то нам пророчили, но вот с какой-то надеждой, что я на всю жизнь осталась в «Экс Виагре». Это звание, которое надо носить как награду, как государственную какую-то... А на что вы показываете? Ну так, кстати, очень многие, конечно, думают, что группа «Экс Виагра» — это только там демонстрация красивого белья и силикона. На самом деле это ведь очень красивые песни были. Не только красивые девушки, но и красивые девушки. Я вас представил как Грановскую, потому что так привычно вашим поклонникам. Ну, во всех официальных сетевых ресурсах вы представлены как Надежда Мехер-Грановская, правильно? Да, да, да. Мы с вами обсудили, что это не вы ведете, что поклонники ведут группу ВКонтакте и Фейсбук, но они где-то добывают фотографии, прям селфи. Ну, какими-то, я могу сказать, и я их снабжаю. А, то есть вы все-таки имеете отношение? Ну, безусловно, но я там не зарегистрирована и не веду эти соцсети. Смотрите, вот ваша, не знаю, как сказать, напарница по золотому составу «Виагры» Седокова, она вообще знатная инстаграмщица, у нее просто каждые 15-20 минут что-то появляется. А как вы к этому относитесь в принципе? Ну, я считаю, что для людей вашей профессии это как бы да, ну, нормально, потому что поклонники хотят получать непосредственно из первых рук информацию и быть уверенным, что они в курсе, что они держат руку на пульсе. Кстати, если мы об этом... Мне кажется, главное в этом не перебарщивать. Перебарщивает? Главное в этом не перебарщивать. А Седокова перебарщивает? Я не знаю, перебарщивает, я не слежу за ее соцсети. Вы не следили за ней, вообще за ее карьерой? Я слежу за теми артистами, поклонницей которых я являюсь. Это немножко другие люди. Давайте мы покончим с «Виагрой» на этом. Да, спасибо. Тем более, что в июне состоялся комбак, вы выпустили клип, который вот просто вот он на заставке вашего фейсбука, дело не в теле слитно, хотя вот казалось бы многим, что именно в теле. Значит, вы настаиваете, что дело не в теле. Да? Такой допрос. Я ни в чем не настаиваю. Я просто... Нет, но кто придумал это название для клипа? Чья это продюсерская идея? Это совместная и моя идея, и Елена Киперс, которая, собственно, написала эту песню. А вот. Поэтому, понимаете, если посмотреть клип и немножко послушаться слова песни, то возникнет ощущение такой самоиронии, в принципе, иронии жизни. Поэтому, если вот так вот отдаленно послушать, аха-ха-ха-ха-ха, нет, какое дело не в теле. Но если вслушаться все-таки, а, к сожалению, у нас мало кто вслушается, но, тем не менее, я буду гнуть свою линию, и я буду пытаться учить людей читать между строк. Поэтому эта музыка немножко для более старшего поколения, то есть это люди, у которых есть уже какой-то жизненный опыт. Хотя молодежь тоже слушает, мои поклонники во всяком случае слушают. А молодежь, она кончается когда? Вот какой вот дедлайн? После скольких лет нельзя уже сказать, что ты молодежь? Нет, конечно, я могу сказать, что у вас молодая душа, и вы практически молодой. У меня нет, у меня точно нет. Но, тем не менее, вы наверняка умудренный опытом человек. Вот, поэтому это, конечно, с одной стороны относительная вещь, молодежь, но молодежь для меня это все-таки ребята, которым там может быть до 25. Раз уж мы про молодежь заговорили, у нас такая традиция в передаче есть, мы пристраиваем кошек бездомных. И сегодня у нас прям... Нет, не пугайтесь, я вам не буду предлагать. Давайте сюда зверей. Мы пристраиваем их зрителям. Так, это вот среда и пятница. Да, вот это точно молодежь, уже ни у кого сомнений не будет. Вот это, да, это просто молодняк еще такой. Да, вот, в идеале, конечно, было бы, если бы их было бы все семеро, их семеро их нашли. И как, удается пристраивать? Да, вот маленьких, кстати, про молодежь, маленьких берут охотно, а вот уже таких с опытом, как вы говорите... С характером. Да, и с характером. Когда уже читаются характеры. Не всегда. Да. Вот. Ну, в общем, мы будем надеяться, что поклонники ваши возьмут кого-нибудь из них. Мы потом, кстати, если вы не возражаете, после записи сфотографируемся для Фейсбука. С котами. Да, с котятами. У меня такого еще не было. Да? Да. Ну, вот что-то должно быть. И такое в своей жизни. Да, должно быть что-то в первую очередь. А вообще домашние животные были? Или вы ведь... Я уже вижу эти заголовки. Поклонниками Надежды Грановской стали коты. И кошки, кстати. Они подошли и сказали, Надежда, можно с вами сфотографировать? Даже заговорили. Да. У вас ведь, наверное, не было домашних животных, потому что вы ведь как бы из... Ну, у меня было детство. Да, у вас детство было на природе. Вот, и детство у меня было, да, и коты, и собаки. Единственное, все они жили на улице, потому что в доме как-то мы их не принимали и не очень воспринимали в доме. Вот. Но я с удовольствием игралась с этими котами и собаками. Поэтому в детстве у меня все было. А потом во взрослой жизни, вы знаете, не сложилось. Вот, как-то... Ну, потому что из-за гастрольного графика или почему? Ну, я уверена, что у многих артистов есть вот эти ручные какие-то существа. Вот, но меня-то как-то это не прельщает и не тянет вот к животным. Да, к чему? Хотя я их люблю. А к чему вас тянет? К состоянии. К чему вас тянет? Меня тянет... Меня тянет к детям. Так. Меня тянет к мужу, меня тянет к музыке. Вот. Вообще к творчеству. К творчеству, в каком бы проявлении оно ни было. А у вас у детей ведь очень большая разница. Игорю 12, да? Будет. Будет 12, а дочери только 2 года исполнилось в марте. Ну, уже скоро будет, где-то 2,5. Да. Они как-то вообще вот при такой разнице возрасте, мальчик, я вот хочу представить, 12 лет, он может интересоваться тем, что у него такая вот сестренка маленькая или нет, вот он живет параллельно. Вы знаете, вот как раз говорят, что разница возрасте там 7-9 лет, это как раз самая, что ни на есть, лучшая разница. Потому что когда разница очень небольшая... Мы сейчас не про замужество говорим, про разницу в 7-8-9 лет. Ну, в принципе, почему бы и нет, хотя хочется побольше разницы немножко. Так вот, как бы ребенок, то есть один уже старший, у которого уже другие интересы, им нечего делить. Вот. Это достаточно важный момент, хотя для меня это не было совершенно никакой принципиальной вещью в жизни, вот. Но у нас такая разница случилась, и я могу сказать, что мой сын для моей дочери, для своей сестры старший брат, который о ней заботится, который по-своему как-то немножко даже и воспитывает, который за нее переживает, он очень ответственный мальчик. Поэтому я могу сказать на своем примере точно, что такая разница очень хорошая. А он поклонник вашего творчества? Слава богу, нет. Почему слава богу? Ну, потому что я считаю, что это поколение, оно должно интересоваться уже другой музыкой. Какой? Ну, не знаю, какой-то другой, более современной, что ли. Ну, он, допустим, видел ваш клип последний? За нашими детьми будущее, вот именно за этим поколением, оно перевернет мир, я в этом уверена совершенно. Вот. И они должны уже как абсолютно другими глазами смотреть на мир. Ну, вот клип он видел ваш или нет? Или он не интересуется тем, что делает мама? Я не показывала, я ему не показывала этот клип. Ну, понимаете, если, в принципе, хотя я им когда-то давала слушать песни, ему нравятся они, вот. Но, тем не менее, я не буду приучивать сына к своей музыке, которую я делала, поскольку у них совершенно другие предпочтения, вот. И пусть он увлекается тем, чем ему хочется увлекаться в музыке. Он должен всего наслушаться, а он, поверьте, слушает, он слушает тяжелый рок, он слушает какой-то металл, он слушает, ну, и, в принципе, современную поп-музыку, вот, как бы фирменную, не нашу. Вот. Поэтому пусть наслушается. У меня такой возможности особо не было. Вы в 12 лет не слушали ничего? Вы в какие-то крайности, по-моему, бросаетесь. Нет, я пытаюсь просто, я уточняю. Я, безусловно, слушала и увлекалась музыкой. В лет, наверное, 8 я увлеклась вообще балетом и классической музыкой. Когда я впервые увидела какую-то балетную постановку, я была совершенно заворожена этой музыкой и этими танцующими, порхающими какими-то существами прекрасными. Вот. И я могу сказать, что с того момента я увлекалась и классической музыкой. Но, помимо всего, безусловно, как раз вот в то время, это какой был там 90... Четвертый. Какой-то третий, четвертый год, Майкл Джексон, и мне кажется, что кто только им не увлекался. Я не была исключением. Вот. Потом мне очень нравился Луи Армстронг, мне очень нравилась Стена Терна. Ух ты, это серьезная очень музыка Армстронг. Ну, я считаю, что Майкл Джексон – это тоже серьезная музыка. Так. Хорошо. Я без комментариев. Да, я так, по-моему, очень властно говорю сейчас. Ладно. Нет, это очень хорошее. Это вы в образе, я считаю. Я не в образе, это мой характер. Да? А вот вы свой характер как бы описали бы в двух-трех словах вообще, вот если вам надо было бы описать. А давайте вы опишите мой характер в двух словах. Почему я должна свой характер описывать? Мне кажется, нет, вы ничего не должны, но просто странно, когда гость задает вопросы. Это не странно, это точка зрения со стороны. Ну, мне кажется, что вы такой человек, который целеустремленный, который вот привык добиваться того, чего он хочет. Вот видите. Это ошибка, нет? Нет, это не ошибка. Поэтому лучше, чтобы это сказал человек со стороны, не жале ты сам пытался подобрать какие-то слова, чтобы они не были и высокопарными, и слишком скромными, чтобы они были более-менее объективными. Мне кажется, в этом плане объективными являются люди, конечно, далеко не все, но тем не менее разумные, с интеллектом. Я читал, по-моему, в одной из бесед ваших или в очерке о вас, что в детстве вы думали, что вы станете как бабушка. Вас же в честь бабушки Надеждой, да, назвали, нет? Моей папиной мамой так. Да, в честь бабушки. Что вы станете так же, как она, дояркой. Это правда или это легенда? Да, это правда. Я в детстве, там, года два, меня бабушка брала с собой на ферму. Вот. Я ей говорила, что, ты знаешь, я когда вырасту, я обязательно буду с тобой ходить на ферму. Мне казалось, что она будет всегда молодой. Ага. Вот. К сожалению, так не бывает. А бывают доярки с фамилией Мейхер? Не знаю. Да? Ну, а у бабушки какая, кстати, была фамилия? Вот. У маминой мама Щерба. Ага. А вот я так понимаю, что псевдоним вам придумал, две версии существуют, что Меладзе и Костюк, вот, разные, как бы, версии в интернете. Кто на самом деле предложил вам стать Грановской? Мне предложил Костюк. Мы даже не то, чтобы он предложил, а мы как-то даже вместе сидели. И вот Виа Винницкая, как вариант расшифровки этого коллектива. Агра, 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 вот мы там что-то придумывали Грановской. А, то есть это чтобы это как-то коррелировало с Виагрой, да? Вы понимаете, дело в том, что на тот момент почему-то нам показалось, что Мейхер, она вообще уникальная фамилия, с такой фамилией встречаются люди очень редко, вот, и в основном это все мои родственники, вот, поэтому вот как-то вот режет слух нам казалось немножко Мейхер. Хотя мы были неправы, безусловно. Я горжусь своей фамилией, я не считаю, что она режет слух. Потому что вы телевести стали как раз вот под своей оригинальной фамилией. Это ваше тоже решение было или продюсерское? Да, мое решение, безусловно. А безусловно, то есть все решения всегда ваши, потому что мне казалось, вы работали в девичьем коллективе, начали очень рано, то есть вы, ну, совсем были все девочки, в общем. Ну, не все, но я, да, я пришла, едва ли исполнилось восемнадцать. Ну, в общем, дети на самом деле. Ну, я самая молодая, да, была. Ну, мне кажется, что, так, где у нас, а, я пытаюсь их контролировать. Да, потом они куда-нибудь забьются, забьются куда-нибудь. Вы обратили внимание, что они совершенно не певчие, они не поют и не учат. Ну, что ж, люди все заняты работой у нас, поэтому моя задача, чтобы они не разбежались, как задача была у Меладзе, чтобы вы все-все не разбежались. Может, мы клетку поставим? Нет, нет, это же, это же кошки, они любят... Спасибо за сравнение с кошками, да. А вы считаете это обидное сравнение? Кошка очень зависимое животное, может быть, не... Ну, я же говорю, поэтому спасибо большое за сравнение. Угу. Вы меня сейчас троллите? Подождайте. Я не пойму, потому что вы загадочная такая, как бы, девушка очень, не пойму, что у вас на уме. Вы с Олегом Скрипкой знакомы? Да. Вот он, вот сидя вот на вашем месте, на вопрос какой-то связанный, ну, или с его семьей, или с какими-то семейными обстоятельствами, сказал, что только артисты, у которых ничего не происходит на творческом поприще, разговаривают о семье. А вот все буквально участницы девичьих групп, там не только мы говорим там про Виагру, они на самом деле являются ньюсмейкерами именно в этой сфере. Вот, ну, набираешь вашу фамилию в поисковике, там сразу упоминание о, там, о рождении ребенка, о, там, каких-то романах. Томасем, как вы считаете это связано? Томасем. Ну, но как это, какое слово употребить, я не знаю. Я немножко не соглашусь ни с вами, ни с Олегом Скрипкой, несмотря на то, что он мой земляк, вот, потому что сейчас такая тенденция, ну, даже не сейчас, а уже, я не знаю, сколько лет, каких-то, может быть, десять-восемь тенденция, причем это такая с Америки немножко взятая, вот, когда за артистом не просто следят, за ним папарацци бегают, его фотографируют, пытаются найти какой-то изъян, какой-то огрех, поэтому, безусловно, это такая журналистская, абсолютно потребительская вещь, вот, и журналисты с тобой говорят только в том случае о творчестве, хотя есть, безусловно, о чем поговорить, потому что я очень многими вещами увлекаюсь, и я действительно безумно люблю музыку, и точно знаю, чего я в музыке хочу, вот, но журналист с тобой будет говорить только тогда, когда ты что-то расскажешь о своей личной жизни, вот тогда ты где-то между строк можешь поговорить и о творчестве, очень редко сейчас журналисты набираются смелости, вот, и отваги, чтобы говорить исключительно о творчестве, потому что такой у них формат, он очень изменился, и редкие совершенно программы и журналы будут говорить в основном о творчестве. Я не соглашусь, потому что мы так же, как и вы, сориентированы на потребителя, вы делаете то, что вы делаете для зрителей, и мы делаем то, что мы делаем для зрителей. Тогда вы не задавайте мне подобный вопрос, потому что возник интернет, ну, это вообще такая, в какой-то степени, чума 21 века, я считаю. Интернет? Да. То есть он как и помогает, так и очень сильно вредит. Угу. Вот раз про интернет вы заговорили, я хотел бы узнать, как вы вообще относитесь к тому, что пишут у ваших коллегах, работающих в России? Ну, это же, уже мы переходим на политическую немножко тему. Нет, почему? Это имеет отношение, мне кажется, к шоу-бизнесу, потому что я помню… Ну, это имеет прежде всего сейчас отношение к политике. Ну, а куда же без нее? Как же… Ну, к сожалению, никуда, да. Вы же являетесь ролевой моделью, то есть на вас очень многие, ну, уравняются, выстраивают свою карьеру, хотят быть как Надежда. Поэтому ответственности есть какая-то или нет никакой ответственности? Да. То есть они там сами по себе… Просто единственное, не нужно меня смешивать с политикой, с политическими событиями. Я творческий человек, имею полное право заниматься творчеством и, скажем так, общаться непосредственно там со сцены, с людьми, с мирным населением. Я ничего не сказала такого, за что меня можно попытаться оскорбить. Сейчас люди очень обозлены, они крайним делают, кого им просто в голову взбредет. Понимаете? Поэтому… А люди, которые тебя любят или ненавидят, они будут всегда. Всегда кто-то найдется, кто скажет, что ты плохой, а кто-то найдется, кто скажет, что он тебя любит. Вот. Это правильно, да. Тут дело совершенно не как бы и в ситуации в стране… Тут дело с ситуацией в стране в первую очередь. А то, что обо мне кто-то говорил плохо, понимаете, мне, честно говоря, все равно. Я человек, который абсолютно искренне и с душой поет свои песни. Вот. Поэтому тем людям, с которыми я резонирую, те люди мной интересуются, с кем я не резонирую, безусловно, они отзываются так, как обо мне, как им удобно. И чувство зависти, и чувство внутренней самой агрессии и неудовлетворенности в жизни. Вот и все. Хорошо. Мы котят сдали, я считаю, что мы их пропиарили. Давайте теперь поговорим, да, наконец-то. Господи. У нас осталось буквально полторы минуты, мы будем играть в правду. Это у нас такая традиция, помимо кошек у нас традиция. Здорово. Правда вещь относительная. Ну, давайте. Это правда, что правда вещь относительная, но мы находимся на улице, правда, и у нас проект называется Правда 24. Значит, как это выглядит, Надя? Здесь фишки четырех цветов. Вы выбираете фишку и такого же цвета выбираете карточку. Здесь записаны вопросы. Вопросы не мои. про политику точно нету. Так, прошу. У нас слепую, да? Да, в этом. Вот здесь, извините. А почему так мало? Так много карточек? А, подсветок цвета. Так, белые, это свободный вопрос, это я вам выберу тогда карточку на подумать. Читайте. Ну, это время покажет. Ну, хорошо, я прочитаю. А, можно я прочитаю? Да, да. Вы и правда верите, что ваша карьера успешна? А я говорю, что время покажет. Нет, я, на самом деле, считаю, что вы кокетничаете, потому что ваша карьера успешна. Вас, во-первых, потрясающая карьера. Подождите, я только начинаю. Нет, нет, у вас потрясающая карьера женщины, потому что вы уже родили сын, вы родили дочь. Это уже очень здорово. Но это не дано. Это женская карьера. Нет, это не карьера. Ну что вы? Нет, я считаю, что для женщины это очень важно. Это не карьера. И кроме того, вы уже, с чего начали, что вы экс-Виагра, а это уже круче всяких титулов и наград. Потому что даже карьера и творчество – это разные вещи. Ну что вы? Вы знаете, не все знают заслуженных инородных артистов по Виагру, знают все. Хорошо, мы останемся каждый при своем мнении. Так, снова подумайте, карточку там. Есть ли у вас какой-либо секрет от родителей? Почему вы что-то от них до сих пор скрываете? Потому что я глубоко уверена в том, что есть вещи, которые родителям знать не нужно для их долгожития. А сын от вас что-нибудь скрывает, как вы считаете? Уверена, что да. И это правильно? Да. Секреты должны быть у каждого. Бордок. Красная, да. Какая? Любую-любую красную карточку, любую. Извиняли ли вы когда-либо своему партнеру, возможно, не текущему? Ничего себе, откровенный вопрос. Вы можете не отвечать. Я, ну, хорошо. Хорошо, не очень хорошо. Как скажете. Вот это настоящая женщина. А вот это, кстати, «Женские истории», эту книжку я вам дарю, она из серии «24 кадра. Правда. Про». Я не зря пришла. Я не зря пришла на программу. Спасибо большое. Я на самом деле не хотел вас расстроить. Вы меня совершенно не расстроили. Я к жизни очень нелегко отношусь. И к людям. Будут еще «Женские истории», куда войдет, может быть, и наша беседа. Ну, все возможно, да. Если она будет интересной. Дело не в теле, говорит Надежда. Я и верю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!